Ребята, всем привет! Меня зовут Нета, добро пожаловать на мой канал. И я достаточно долго не снимала видео из-за праздников, и просто был лень. Но в этом видео я вам хочу показать свои покупки одежды на зиму и на весну. Может показаться, что поздновато уже снимать видео о покупках одежды к зиме, но я так подумала, еще полтора, даже больше месяца зимы, и еще непонятно, какая будет весна. Про лето я вообще загадывать не хочу, потому что с нашим климатом все очень сложно. Я пойму, те люди, которые живут вот в Питере или около него, эта погода просто непредсказуемая. Я круглый год практически хожу в одной и той же одежде, потому что летом плюс 10 градусов, и зимой, может быть, до 10 градусов. Это так. Даже сейчас плюсовая температура. Возможно, из-за этого что-то приглянется вам, и вы тоже это захотите. Я сразу говорю, я не фэшн-гуру, не фэшн-стилист, говорит, что это там модно, не модно. Признаюсь сразу, меня очень вдохновляет сейчас, как одевается в Южной Корее. Я заметила, что у них очень любят оверсайз одежду, все такое свободное, на несколько размеров больше. И сейчас у них все нравится. И мода, и даравы, и музыка, и еда. И, короче, меня во все это затянуло. Кошмар, господи. Можно я буду жить нормальной жизнью? Поэтому, если вам интересно, то ни в коем случае не переключайтесь и оставайтесь со мной. Начну с верхней одежды. Конечно, я надеюсь, что это все будет влезать в кадр, но я вам все равно это отдельно все покажу, потому что не самая лучшая была идея садиться на пол, но поздняк метаться. Первое, что я вам хочу показать, это вот такой у меня пуховичок, ну или курточка. Что-то среднее между кучкой и пуховиком. Сейчас они очень популярны у нас. Да, он светлый, он будет быстро пачкаться, с этим не поспоришь. Но плюс его в том, что если у тебя какое-то пятнышко, ты его можешь быстро застирать, и у тебя не будет никаких разводов. Вниз можно одевать что-то из более легкой одежды, а когда будет морозы и все такое, хотя я уже в этом очень сильно сомневаюсь, то можно одеть свитер, шарф, шапку, и ты не замерзнешь. На смену этому пуховику я взяла вот такую курточку. Заказывала на Алиэкспресс, но я очень сильно лоханулась. Ну, точнее, я не лоханулась, это меня так надурили чуть-чуть, потому что я заказала ее в размере L. Но если смотреть по длине, это ни хрена не размер L, да, в плечах она мне достаточно широкая. Я не думаю, что у меня настолько длинные руки, чтобы она мне была реально короткая в руках. Даже если расправить этот рукав, он мне будет короткий, но я все-таки решила его чуть-чуть подправлять, потому что так выглядит гораздо симпатичнее, нежели его полностью выпрямить. Я думала, что эта куртка будет длиннее, а она оказалась, ну, чуть ниже пупка она мне где-то будет вот на такой длине. То есть надо носить ее только с высокими джинсами и с длинным-длинным свитером, например. Иначе толку от этой куртки осенней-зимней никакой нету. Поэтому если я буду подбирать под эту куртку правильную одежду, в которой я не буду мерзнуть, то я эту куртку смогу спокойно носить. Сейчас у меня будет куртка, которую реально я ношу круглый год, потому что погода, обожаю погоду нашу. Обычная джинсовая куртка, но ей сделали еще вот такую подкладочку из обычной старой жилеточки, и я еще пришила мех. То есть вот эта штучка, она снимается, подкладка, и мех при желании я могу отпороть и снять. Но я уже сомневаюсь, что я буду снимать, потому что мне потом лень его будет пришивать. Даже если летом я ее буду носить, как бы кого это интересует, когда там будет опять снег. Сейчас этих джинсовых курток полно, я думаю, вы можете их найти в любом магазине, потому что я уже не помню, откуда у меня эта куртка. Если так посчитать, то ей в этом году три года будет, то есть она уже достаточно такая давнишняя у меня. Но я думаю, ее можно будет носить реально в любое время года, и это уже скоро будет как классика. С головных уборов у меня не так много шапок и чего-либо. У меня в основном это обычная черная шапка. К этой черной шапке я купила еще вот такую черную беретик. Ну, точнее, не к этой черной шапке, на замену ей. У нас они достаточно популярны, их все носят. Думала покупать фуражку, но я так посмотрела, что очень-очень много людей в ней ходит. Я подумала, что мне уже они поднадоели. Я хотела, я ее примеряла, но с такой стрижкой она мне вообще не идет. Я как таксист какой-то выгляжу. То есть с длинными волосами еще красиво смотрится. С короткими волосами мне не очень нравится. У меня сейчас новая любовь к одному цвету, а именно к желто-оранжевому, то есть к теплым оттенкам желтого и оранжевого. То есть ни лимонный, ни персиковый. Ну, персиковый максимум макияж мне может нравиться, но персиковая одежда, мне кажется, мне такое вообще не идет. У меня круглый год теперь будет осень, потому что я себе закупила достаточно одежды желтого цвета. Ну, не то чтобы много, но она у меня прослеживается сейчас везде. Не она, а он желтый цвет. Первое, что мне попалось, это вот такая рубашка. Это мужская рубашка. Взяла в размере S, но можно было бы взять еще на пару размеров больше, чтобы она на мне свободнее сидела. Можно одеть только эту рубашку, то есть ее застегнуть и пойти. Или как вариант что-то еще под нее одевать. Либо в футболку, или как в одной из дарам я видела, одевают под нее водолазку с высоким горлом. Это для меня так необычно смотрелось. То есть на свитер, грубо говоря, если достаточно толстая водолазка, одевается рубашка. С одной стороны, это необычно, с другой стороны, который раз уже смотришь на это и кажется, это интересно. Что касается, конечно, этого оттенка, никогда не думала, что мне такое будет нравиться, потому что последние годы я старалась одеваться во что-то более лаконичное, во что-то более базовое, потому что это было модно, актуально. И мне больше всего нравился черный цвет, и он мне будет всегда нравиться, потому что он универсальный. Он самый-самый крутой цвет. Хотя это даже не цвет, потому что он монохромный. Поскольку мне сейчас жутко и дико нравится этот оттенок, а именно желтый, я себе взяла еще платье такого же цвета. Тоже заказала на Алиэкспресс. Первоначально я искала именно платье такого фасона. Я не знаю даже какого стиля он, и он может не всем понравиться. Думаю, немножко кантри стиля в этом платье есть. Но первоначально я хотела именно такой силуэт платья, а потом, когда я уже нашла такой силуэт, увидела эту расцветку, я такая, все, надо брать. Я его брала в размере S, и вроде бы оно село на мне неплохо, но лучше бы было, если бы я его взяла на размер побольше, потому что резиночка моей жирки уже чуть-чуть поджимает. А если я сейчас после Нового года его одену, то это будет, наверное, трэш. Так что лучше я его не буду одевать, пока не скину хотя бы пару килограмм. Дальше идет такой кардиган, который сейчас на мне. Конечно, с виду может показаться, что это за бабушкин кардиган, но дело в том, что он тоже идет в размере оверсайз. Я его тоже заказала на Алиэкспресс, и я безумно довольна. Он мне очень нравится. Он очень мягкий, приятный к телу, не колется. Это очень важно для меня. Он будет со многими вещами сочетаться, и с этим же платьем, и с обычными джинсами, и с кинни черными, или с голубыми, с какими только я захочу. Так что на данный момент это, наверное, мой самый любимый кардиган. Дальше что я вам хочу показать, это вот такая юбка. Почему-то меня сейчас подтянуло на а-ля школьный такой стиль, хотя, извините меня, я уже школу достаточно давно закончила, и никогда не любила школьную форму, но почему-то какие-то отдельные ее элементы одежды мне очень сильно привлекают внимание. Я взяла такую юбку-клечетую, мне кажется, она достаточно универсальна для носки. Мне подойдет ко многой моей одежде, потому что, поскольку у меня очень много базовой одежды, то есть она будет сочетаться со всей базовой одеждой. Что касается верхней одежды, она подойдет мне и к кожаной черной куртке, и к пальто, и даже к пуховику белому, бежевому, который я вам показывала ранее, и к джинсовой куртке, то есть ко всему она подойдет. Правда, я теперь тоже не знаю, влезу я в нее или нет. И осталось у меня две вещички. Это вот такой свитер, я его тоже заказала на Алиэкспресс, он тоже немножко в размере оверсайз, то поскольку там один размер идет, то с моими длинными руками, ну точнее так считает Алиэкспресс, что у меня достаточно длинные руки, он мне, ну, только-только, ну то есть рукава мне только-только. По объемности он на мне свободно сидит. Рукава это вообще у меня больная тема, хотя я не такая, мне кажется, длиннорукая. У меня вещи сидят, как будто я какой-то переросток. И тоже, мне кажется, у него расцветка, с одной стороны, нейтральная, то есть голубое-белое, но за счет вот этой полоски рисунка он уже кажется не таким скучным. Последняя вещь, которую я вам хочу показать, я ее покупала давно, но я ее сейчас активно ношу, это водолазка с высоким воротом, но у меня сейчас желание купить еще такую черную и бежевую, потому что мне сейчас очень нравится одежда, которая закрывает шею, но мне, в принципе, она уже давно нравится, но у меня все бадлонки и водолазки были с достаточно низким воротом. Сейчас я хочу именно, чтобы она подворачивалась, если я могла регулировать высоту воротника, потому что это удобно и тепленько, и тебе никогда не будет задувать шейку, ты можешь ходить, если что, с расстегнутой курткой, и тебе там ничего не продует, поэтому однотонные водолазочки, это просто моя любовь. Это у меня все, я надеюсь, вам понравилось это видео, и не забывайте ставить ему пальчики вверх, а также подписывайтесь на мой канал, пишите, что из этой одежды, возможно, вам понравилось, или есть ли у вас что-то подобное из одежды, и вообще, какой стиль вам сейчас нравится в одежде, как я люблю повторять слова. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца, и увидимся с вами скоро, пока-пока!